На этой неделе Кабмин установил единый тариф на газ для украинцев почти 7 гривен за кубометр. Потребители без счетчиков при наличии централизованного горячего водоснабжения будут платить за 4,5 кубометра 30 гривен в месяц с человека. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя чуть больше 7 кубометров будут стоить 49 гривен. 97 гривен придется отдать за 14 кубов при наличии газовой плиты и водонагревателя. Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение даст возможность упразднить все существовавшие ранние схемы, позволявшие коррупционерам зарабатывать на разнице в цене на топливо. Также премьер уточнил, что новая стоимость пересматриваться не будет, поскольку соответствует рыночной. Поставили крапку в будь-яких коррупционных оборудках, которые были в разности цены, когда с одного боку списывали газ на население организации, а продавали его за дорого для промышленности и так далее. Руководство Харьковской области сейчас работает с малообеспеченными семьями. Чиновники отмечают, чтобы осилить новые выплаты, население может оформить субсидии. Те, кто может, те, кто имеет большие дома, те, кто сегодня зарабатывает много, каким образом неизвестно, те должны платить цену, которая экономически обоснована, иначе мы так ни к чему не придем. То есть самая главная задача сейчас и областной администрации нашего правительства – защитить малоимущих людей. А те, которые могут платить, пусть платят рыночную цену. До 1 мая в Украине действуют старые тарифы на газ, социальные и полные. Если за полгода топительного сезона семья не превышала лимит в 1200 кубометров, то стоимость одного куба голубого топлива составляет 3 гривны 60 копеек. Если потребители использовали больше, цена увеличивается до 7 гривен. А уже с воскресенья 6 гривен 88 копеек за кубометр станет единым тарифом для украинцев. Юлия Жукова, Оксана Зинковская, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».